А в США сегодня выбирают президента. Обама против Ромни. Судя по соцопросам, шансы кандидатов практически равны. Американцы активно голосуют не только на родине, но и за ее пределами, в том числе в нашем городе. Ярославский американец рассказал нашему корреспонденту Марине Смарагдовой, что значит для штатов победа Обамы или Ромни. Стив выполнил свой гражданский долг по интернету. Он вырос в семье, где политические новости были одной из главных тем обсуждения. А выборы президента для Стива – одна из новостей для обсуждения в Фейсбуке. Задолго до дня голосования он размещал на своей страничке материалы о демократической партии и ее лидере. Я вырос в семье, где политика имела важную роль. И вообще в штатах политические взгляды можно сравнить по важности с религиозными. И хотя родина его за океаном, связь со своей семьей и друзьями Стив не прерывает. Надежды его страны ярославский американец связывает с первым президентом афроамериканцем. Не все ожидания он удовлетворил. Но учитывая политическое наследство, которое ему досталось, он многое сделал. В Америке стали появляться рабочие места после кризиса. Фактически он спас местный автопром. Был захвачен и уничтожен Усама Бен Ладон. В этом его заслуга. В Ярославле Стив работает волонтером в Центре изучения иностранных языков. Стив активно интересуется и российской политикой. До настоящей демократии, по его мнению, в нашей стране еще далеко. Марина Смарагдова, Сергеевич Кмарев, Городской телеканал.